Добрый вечер! Добрый вечер! Представьтесь нашим радиослушателям и зрителям Национального фонда Древнерусской культуры Сварова. Исследователи русской народной культуры, доцент Смольного института, управляющий Русским музеем народоведения, Кутенков Павел Иванович. Павел Иванович, я просто теряю столько репитетов, столько громких слов. Как вы здесь оказались, на этом празднике жизни? Это праздник посвящен Михайлову дню. Это один из русских народных праздников, в том числе, конечно, и религиозная часть. Он проводится уже достаточно давно, и я здесь постоянный участник. Поэтому здесь и со своими книгами, со своими читателями нахожусь. Как атмосфера? Какими словами ее можно описать и характеризовать? Хорошая и добрая атмосфера, хорошие и добрые отношения, как у строителей, так и участников. Здесь собираются люди, которым дорога русская народная культура, наши обычаи, наша культура. Поэтому здесь очень все хорошо. Написано, вот я смотрю, открытый урок чтения русских народных узоров. Что это такое? Я провожу открытый урок здесь, как прочесть русские народные узоры. Потому что вся наша одежда, утварь, изба, росписи, все покрыто знаками. И вопрос, как их прочитать, достаточно сложный вопрос, неоднозначный вопрос. В научном отношении практически не разработан, ввиду существовавших и существующих запретов на изучение этой темы. Сегодня есть возможность, приоткрыто возможность проводить занятия, заниматься исследованием в этом направлении. И поэтому мы даем здесь такие открытые уроки. Смотрю, вышивка здесь тоже непростая на рукавах, бережно, да? Вот на вашей рубахе. Что вот можно прям вот так прочитать ее, что можно с нашего радиослушка прям по ней сказать? Ну, я сижу в рубаке, это дедовская рубаха, в нашей культуре это насилие. Постоянно дед вот снял эту рубаху, пошел воевать с нацистами, сложил там голову. Собственно говоря, я сегодня попытался воспроизвести узоры, которые есть на рубахе у моих дедов. А здесь красные концы, рубаха с красными концами от трех яргах. Ну, ярга это крест с замутыми концами, на нерусском языке это сварстика. Но это, конечно, не сварстика, это ярга именно. Это три ярги, концы от трех яргах, подолы от пяти яргах. Это свидетельство того, что мужчина находится, как говорится, в силе, в возможностях продолжать свои роды, защищать его. То есть это не пропаганда нацистской символики, это пропаганда древнего, даже нет, не пропаганда, это восстановление древней нашей мудрости, древней так чувствует, правильно? Я не знаю, каким образом, может быть, русско-народная культура связана с нацизмом. Потому что здесь связи нет никакой, ибо знаки добра, которые находятся в узоручии русской народной одежды, в красах русских народных, они несут знак добра, знак света, свидетельство о вере наших предков в единобожье. И поэтому я тут не вижу связи. Если углубляться в этот вопрос, то, уж так скажем, мы понимаем, о чем речь идет, а мы понимаем, что речь идет о нацизме Третьего Рейха, то у них был совершенно иной знак, а иной он был потому, что знак нацизма заключен в круг кольцо. У нас же таких знаков встречается очень редко. Когда какой-либо знак, ергали, крестли, ропли с продленными сторонами, репейли, вообще любой знак берется в кольцо, это свидетельство о каком-то, так скажем, воздействии, не совсем предназначен для всех людей. И этих знаков нужно опасаться. Собственно говоря, мы видим, что Гитлер, светлый знак, ергу, или у них он назывался огненный крест, они взяли его, заключили в кольцо, кольцо это знак управления, и повели германский народ на убой, мировой убой. А заодно они уничтожили около 40 миллионов славян. То есть для нас это было продолжение Родосгонии, которое 20 век осуществляло в отношении славян и восточных. Славян прежде всего. Какие книги здесь представлены? Вот можно о них буквально показать и рассказать? Да, здесь представлено несколько книг. Ну вот, пожалуйста. На камеру туда, в ту сторону. Одна из последних книг – это «Закон русского духа». Открыт закон русского духа. Это не поэтическое название. Поэтическое название «Закон русского духа» в обрядах и срядах восточных славян. А так это закон, это описанный здесь порядок обращения с душой человека, и даже, можно сказать, открыто закономерности с душой человека в его пороговых состояниях и пороговых переходах. Это вот одна книга. Вторая книга – это «Русская свадьба». Русская свадьба раскрывается с закономерности русской свадьбы. Ну, как мы знаем, сегодня стало общеизвестно, что русская свадьба длится 3 года 40 дней. Вот здесь раскрыт характер этой свадьбы, обряды, обычаи на основании закона русского духа и наших обрядов обычаев. Вот книга – это «Пояс и поясной убор великорусов». Книга написана на основе полевых материалов. Здесь показывается, как поясной убор, не пояс, а именно поясной убор, сопровождает человека от рождения в течение всей его жизни и при переходе в иной свет. Богатейший полевой материал и исторический материал. Вот книга «Священные знаки» в обрядах и сериадах великорусов. Эта книга посвящена описанию крестьянской родовой культуры. Буду Салтыковской, северо-восток, точнее, скажем, даже восток Рязанской земли. Здесь описаны священные знаки этой культуры. Они очень сильные, очень мощные, очень значимые, связаны с жизнью человека и, прежде всего, конечно, с женского начала, бабьего начала. Здесь это раскрыто материал, такой просто сильнейший материал, новый для науки в целом. Вот знака, вот книга «Южневеликорусская народная одежда». Эта книга посвящена описанию чернавской крестьянской родовой культуры. На знаковом подходе описание сделано. Обряды, обычаи, сериадовся. Ну, здесь есть такие выдающиеся открытия в этой книге сделаны, что в культуре бытовало и бытует до настоящего времени 128 печальных занавесов, которые баба, женщина и девица носили в течение трех лет в печали. Каждый занавеск, это передник, со своим знаком. Это вообще мировое открытие последних лет. Вот книга, называется «Ерга и свадьба. Народная искнь в науке». Это изложено исследование знака Ерги. Как он исследовался, этот знак, в науке. Дано его, кстати, историческое описание, подходы, взгляды на этот знак с середины XIX века по XXI век. И один из основных вопросов, который здесь рассмотрен, это различие между нацистским крестом, с заградными концами, и нашей святой Ергой, и свастикой. Эта книга написана для экспертов, по написанию экспертных заключений по этому знаку. Это очень интересная книга. Мы ее написали вместе с Андреем Геннадьевичем Резунковым, доктором философии. Ну вот, здесь представлены вот эти, если коротко, вот эти книги с таким содержанием. То есть вы и полноценный автор, и с кем-то вместе писали эти книги? Нет, все книги написаны мной, за исключением вот только одной, которая участвовала Андрея Геннадьевича Резунков. А так, занимаюсь исследованием. Ну, я пишу и в соавторстве статьи, работы, действия. Но вообще книги это написано мной. Насколько привычно здесь видеть людей в национальных одеждах, или хотя бы в имитации национальной одежды? Я бы хотел сказать так. Вот слово национальное, это очень вредное слово, потому что он несет связь с зимой, потому что наци, наци, нацизм, не зря назвали Третий Рейх, это нацистский режим, потому что наци обозначали слугу сатаны. Муха, наци, наци, муха, которая таскает души, которые погублены темными силами, сатане, а сама питается мертвичиной. Поэтому мы не можем говорить здесь о каких-то национальных одеждах, мы можем говорить только о народных одеждах. И вот это такой прием темных сил, когда нам заменяет слово род, народ, родина, словом патриотизм, национализм, это великая, так скажем, великая уловка темных сил, великая уловка сатаны, чтобы нас вести в их сети и не общаться, как говорится, с нашей светлой культурой, православной нашей культурой. Поэтому я бы хотел сказать народной одежды. Ну, подобие народной одежды. Да, на этом празднике очень много людей, которые стремятся опознать корни своей культуры, истоки своего духа. Кто же, в конце концов, мы есть. Почему, так скажем, мы самостоятельны, мы самодержавны, и мы еще живы и будем мы жить. Вот люди, собственно говоря, и внешним своим видом это здесь показывают и пытаются к этому приобщиться. Как опытный класс отличает новодел от все-таки тех костюмов, которые были в древности сейчас? Вот если постречать, сказать, вот это новодел, вот это древний, вот это что-то среднее между древним и современным новоделами. Не, ну это, конечно же, это не вопросы, это сразу видно, это очевидно. Но если как бы не с 50 метров, то и с 2-3 метров, это сразу, конечно же, различимое. Но в народной культуре, в народной культуре, если вот мы возьмем подлинно народную культуру, там все переходит от поколения, с поколения, что-то исправляется, что-то добавляется, оставляются общие закономерности, которые выработаны тысячелетиями нашей культуры. Я хочу это подчеркнуть. Тысячелетиями бытия нашей культуры, и они остаются, так скажем, нетронутыми. В частности, закон русского духа, который присутствует в знаках этих одежды, он нетронутый. Но в том числе русская народность ряда, она обязательно подразумевает, чтобы, допустим, мужчина был с бородой, ибо в бороде это сила связи с духом предков, с Богом, творцом, вседержителем. А для женского начала, для бабы в частности, это обязательно покрытие глаз, потому что для нее они несут связь тоже с предками, с духом, но баба настолько тонкое существо, настолько подвержена влиянию темных сил, то она не в состоянии отличить, когда на нее через ее волосы воздействует светлая, а когда темные существа. Поэтому, как только дева становилась женой, бабой, все волосы, она ей, волосы нужно носить закрытыми, иначе идет разрушение семьи, идет разрушение рода, и, как мы видим, 20-й век показал, что у нас разрушение семьи, вот произошло через эту вещь. Не надо ничего делать, только с бабой сорвать поток, а все остальное она сама сделает уже. То есть простоволосится и так далее, да? Да, да, простоволосится, не зря еще в 19-м столетии у нас волосные суды по обычному праву судили тех людей, которые срывали с баб плоток, потому что обнажение волос это точно так же, как сегодня голым, допустим, пройтись взять, в приличном месте пройтись. Голым. Ну, у нас сейчас по телеку не такое показывают. Ну, верх сатанизма, конечно же, сегодня присутствует. Если мы официально расстались с мракогрессием темных сил, научным марксизмом, религанизмом, то в скрытом виде он сегодня из жизни не ушел, его пытаются навязать нам. Ну, победа духовная осуществлена в конце 80-х, в начале 90-х годов, и врата, так сказать, к светлым силам сегодня открыты. Поэтому от каждого человека зависит, как он будет себя вести. Знания всем даются, а уже душа приемлет или не приемлет. Это вот особенность сегодняшнего времени. В заключении у нас есть традиция, когда говорящий что-либо желает тем, кто слушает народно-славянское радио, или смотрит фонд Сварога. Что можно нашим радиослушателям и зрителям от себя доброго, вечного сказать, пожелать. Я хочу сказать, уважайте отца и мать, уважайте родителей своих, уважайте русскую народную культуру, уважайте законы наших предков, которые выработаны тысячелетиями нашего бытия. Благодарю. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова